господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного озвучиваем толкование на весь новый завет это на второе издание 3 тома по семьсот пятьдесят две страницы чтобы видно было я покажу как это выглядит впервые за 2000 лет вышло в одном издании то есть они неразрывно три тома с толкованием откровения откровения 434 страницы занимает и раскрасили гюставо даре сохранив все его черточки ничего нигде не замазал но в то же время сделали светлыми подобрез без полей эти как выглядит это 240 здесь картин 230 или это гюставо даре тому же 185 лет наверное и так считает никита колесников евреям 1 2 в последние дни си говорил нам сыне которого поставил наследником всего через которого и и веки сотворил веки веки сотворил тоже толкование и этим он еще ободряет их говоря конец близок ибо изнуренный подвигом немного отдыхает когда услышит о конце подвига также нечто другое он дает понять словами в последние дни когда говорит не осталось времени для исправления когда мы были наказываемы когда отчаялись когда оскудили духовное дарование тогда мы получили большее в сыне вместо через сына заметь это против тех которые говорят что предлог вы прилагается только к святому духу почему же не сказал говорил нам христос отчасти потому что они были слабы и не могли еще слышать о христе отчасти показывая им этим что ветхий и новый завет дело одного и того же бога обрати внимание и на слово нам здесь он объединяет и сравнивает с учениками как их так и себя хотя не им говорил но апостолам а через них и прочим однако он возвышает и дело и показывает что и им говорил и это и для утешения сделал его господом всего мира уже не и а как часть господня но все сказал наследника показывая этим как истинность сыновства так и неотъемлемость господства как же он сделал его господом по человечеству как и во втором псалме говорит проси у меня и дам народы по наследие тебе салом 2 8 о каком господстве говорит здесь о господстве над подчиняющимися добровольно то есть свободно ибо это господство дано было сыну как человеку когда он всеми был признан власть же по природе и власть над неохотно подчиняющимися он имел прежде всех веков как и сказано все служит тебе псалом 118 91 сказал в оплоти сына образовавшиеся во времени наконец апостол возводит тебя и на высоту предвечного его божества где те которые говорят было время когда его не было он сам создал века как же были века когда его не было так как отец виновник сына то справедливо что он виновник и всего что произошло от сына поэтому апостол говорит через него ибо отец является делающим потому что он родил сына творца здесь поражается и савелий так как говорится о двух лицах получать смертельный удар и павел самосадский который называет сына не вечным а получившим начало от марии этим местом побивается также и арий хотя и не слишком сильно он приписывает выражению через которого значение некоторой помощи называя сына помощником отцу но следующий по порядку слова поражает и ария не ария не было еще ничего нет а теперь толкует смотри павел самосадский савелий вот и все перечисляют всех еретиков зачем очень сильное место запомни его беседовать будешь с теоретиками там со свидетелями его вы называется там же свидетель от его у правильно то под именем его вот запомни это место и употребляй его им дал бейх а какое место считали а вот впереди прочитали мы ведь как многое здесь на него дается последнее действие говорил нам евреям дальше евреям 1.3 сей будучи сияние славы и образ ипостаси его и держа все словом силы своей совершив собою очищение грехов наших воссел одесной престола величие на высоте толкование вошел на самую высоту хвалебной речи о сыне и называет его стоянием славы чтобы ты знал что он из него бесстрастно без уменьшения или унижения одного и того же существа то есть света цвета ибо он просветил и наши души и сам показал отца посему и сказал я свет миру я на 8 12 потому что вместе с ним светил от вечности ибо сияние светит одновременно с сияющим и солнце не бывает видимо когда нибудь отдельно от сияния и отец не мыслим без сына посему когда услышишь ариан говорящих что если сын из отца значит после него то скажи им что и сияние от солнца однако не после него ибо в одно время и солнце и сияние сказав сияние и через это показав единосущая и совещность сына с отцом снова так как сияние не самостоятельно апостол устраняет из этого примера неуместную мысль чтобы ты не принял сторону маркела и савелия которые говорят что сын не может быть собственной ипостаси при отце посему и говорит и образ ипостаси его это значит как отец самостоятельен и не имеет ни в ком нужды для совершенства таки сын после того как показал совершенное во всем сходство этими словами апостол показывает также и особенный образ первообраза ибо образ есть нечто иное при сравнении с первообразом как существующий сам по себе хотя и до безразличия подобны первому григорий низкий говорит как через сияние показал общность сына с отцом так через образ равенство их ибо ум постигший величие ипостаси через видимый образ может во всяком случае измерять ипостаси ибо не превышает ипостаси образ чтобы не быть без ипостасным настолько насколько превысит ипостас не выше образа противном случае та часть была не отображенной во всяком случае апостол показывает равенство сына с отцом прежде ты останавливался на выражении через которого и считал сына как бы помощником отцу теперь слушай теперь если можешь понять как павел приписывать здесь власть сыну не сказал держа силой но словом силы то есть словом полным силы показывающим его могущество ибо как говоришь что отец сказал да будет свет и стал свет бытие 1 3 так и сын словом держит все то есть всем управляет и все содержит гораздо же важнее приведение всего в бытие сохранение противободрствующего между собой и стремящегося обратиться в небытие не сказал управляя но держа эта метафора заимствована от движущих что-нибудь и обращающих одним пальцем такую великую чрезвычайную тяжесть творения он носит как ничто одним только всемогущим словом ибо не бессильно слово у бога как у нас после стольких ересей опровергаемых в самом начале послания как осмеливается некоторые отвергать его как будто не принадлежащая павлу на основании того что стиль его отличается от стиля других посланий необходимо им убедиться что высота мыслей и неотразимая их сила принадлежит никому другому как павлу имеющему в себе говорящего христа если же они соблазняются стилем речи то пусть узнают что павел написал послание на еврейском языке так как говорил с евреями на греческий же язык оно было переведено как некоторые думают лукой или как другие полагают климентом стиль которого но действительно больше сохраняет посему отнимающие это послание у павла делают так сказать подобную же ошибку как если бы отнимали павла у христа сказав о величии божественности слова говорит и о попечении его о людях через воплощение что гораздо важнее чем держать ее здесь он представляет два доказательства одно в том что он очистил грехи наши а другое в том что сделал это собою и во многих местах апостол восхищается тем что совершено самим сыном ибо через крест и смерть которую он подъял очистил нас не только как безгрешный умерший за наше прегрешение понише наказание которому сам не подлежал и освободивший вообще природу от осуждения за грех адама но и как давший нам крещение подобие смерти его через которые мы крещаемые получаем всякий раз отпущение грехов перешедших к нам от предков и силу к тому чтобы в мое время не поддаваться легко греху напомним о кресте речь ведет речь о воскресении и вознесении господа не сказал поведено ему сесть но воссел и одесную и на высоте это не значит что бог ограничивается местом но для этого сказано что показать равночестность его с отцом понимаешь как вот на высоте а высоте речи вообще и нету никакой позже то есть он показал значимость а написано на высоте я сейчас буду мерить километр на какой высоте бог не может в себе у нее нет высоты он все собой наполняет ну лень как думаешь об этом явно что счет повреждения ума каждое слово буду понимать буквально нельзя понимать вот прямо толкует говорит что равночестность не значит что бог ограничивается местом а до чего чтобы показать равночестность его с отцом это слово даже библии это равно честность но это означает равна ему вас на высоте всего но я буду спорить но вне православия оказывается павел гриц если кто имеет обычный спорит церкви обычно этого нету но не нравится это сразу взять себе сразу покаяние и вывести из этого помращения ума ибо достиг самого престола отчего и как отец есть на высоте так точно и он если же кто-нибудь скажет однако написано сказал господь господу моему сидеть и снуй меня псалом 109 1 то скажем на это во первых кто не сказал повелел но сказал потом чтобы ты не подумал что он не имеет начала и причины в боге отце для этого так образно и выражена речь образно это образно бог не сидит как он может сидеть нарисована на икону это чтобы человек видел как-то вот книгу то ведь читаем архангелы рафаил играть я ел и пил но это только вид было ничего этого не было ну как же ты сидел видим что ложка была у тебя в руках это вид только был и он им сказал я не ем ну а как взял жезл протянул а он похлебку вы вылил на камень вспыхнуло и все жезл ну а буквально написано ел ну и сиди с этим ел мозги то съел кто то евреям 1 4 дальше будучи столько превосходнее ангелов сколько славнейшее пред ними наследовал имя в начале послания сравнивал его с пророками по причине немощи слушающих теперь продолжая подставлять его выше ангелов мало по малу приводя слушателей к истине слово будущее потреблено вместо явившись как иоанн говорит идущий за мною стал впереди меня иоанн 1 15 то есть явился почетнее меня ведь он говорит здесь не о природе его по существу по плоти без сомнения сказано наследовал потому что как бог слова он имел это имя всегда точно так же и мы говорим о человеке и низкое и высокое как например если скажем великое дело человек мы называем все что есть в нем лучшего если же скажем человек земля и пепел назовем все худшее то есть земля и пепел ни земли ни пепла нету а это показывает худшее состояние ну написано земля я зато вот говорит земля это люди развратились ну как же написано земля я тебе объясняю землей назван человек а как это так дальше уже говорить не еще сатана заблокировал мозги сатана только сатана может так оглупить человека смеяться над творением божьим пепел а он говорит когда говорит земля и пепел назовем все худшее в человеке дальше так точно и о господи иногда мы говорим все что относится к свойствам божества а иногда к свойствам плоти вот так плоти надо разбирать это 1 5 ибо кому когда из ангелов сказал бог ты сын мой я ныне родил тебя или я ныне родил тебя я не знаю это правильно неправильно и еще я буду ему отцом и он будет не сыном толкование толкование вопрос вопрос уже нет он пишет кому к слову к кому подчеркнулся здесь и вопрос относится к слову кому ну то можно в конце было поставить так все раз говорю нету кому когда сказал кому вопрос никогда бог не называл ангелов сыновьями своими и весь ответ так толкование откуда говорит видно что он лучше ангелов из имени его имя сына означает истинное рождение то есть что он из него если он сын по благодати то ниже ангелов выражение я ныне родил тебя означает ничто иное как то что он от начала с которого и отец как выражение сый употребляется о боге в настоящем времени потому что он более всего прилично ему так точны выражения ныне впрочем некоторые считали что слова я ныне родил тебя сказаны не о предвечном рождении а о рождении его по плоти ибо и оно было свыше от святого духа по благословению отца это очевидно сказано в отношении плоти ибо когда он принял ее то уже все подобное без опасения говорится о нем ну ладно не надо переправлять ничего вперед я не буду переправлять ибо так воспринятая природа унаследовала подлинное имя сына которое имело слово соединившись с ней так как она ипостасна в нем как и ангел сказал и рождаемое святое наречется сыном божиим в Лука 1.35 и еще он будет велик и наречется сыном Всевышнего в Лука 1.32 этого никто не получил из ангелов если же некоторые из праведников и называются сынами божиими то по благодати им а у Христа не так у него сыновство по ипостасному тождеству и воспринято им с человеческой плотью дальше Евреев 1.6 также когда вводит первородного во вселенную говорит и да поклонятся ему все ангелы божии толкование Христос называет свое пришествие во плоти исхода например когда говорит вышел сеятель сеять и еще я исшел от отца Иоанна 16.28 и справедливо ибо мы были вне Бога и он сойдя к нам как посланник живя с нами и очищая нас примирил с царем а Павел теперь называет пришествие его входом взяв это переносное выражение из примера наследников получающих в наследство какое-нибудь имущество ибо это и означает выражение вводит когда отец вручил сыну вселенную ибо тогда он принял ее добровольно подчинившуюся свое владение когда был поздно вводится же не иначе как во плоти ибо он как Бог Слово в мире был и мир через него начал быть Иоанна 1.10 отца он представляет вводящим сына чтобы сделать речь приятной Григорий Женицкий и святой Кирилл так поняли выражение вводит что до воплощения он не имел ничего общего с творением будучи как Бог бестелесен когда же воплотился тогда приобщившись твари поскольку тварное соединил в себе он как говорится и был введен в творение очевидно поклоняться тому который принял плоть здесь показывает также что настолько он превосходнее ангелов насколько владыка превосходнее рабов подобно тому как если бы кто вводя кого нибудь в дом повелел предстоящим там тотчас поклониться ему евреям 1.7 об ангела сказано ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь толкование вот величайшее между ними различие они созданы а он не создан выражениями ты творишь означает привидение из небытия в бытие не перед одними только ангелами он имеет превосходство но и перед всеми служебными силами не сказал сотворил но творишь то есть сохраняя словом которым они сотворены такое же выражение в евангелии отец мы даны не делает и она 5.17 то есть содержит все сотворенное и оконченное уже и сохраняя для того чтобы довести до совершенства евреям 1.8 а сыне престол твой божий век века жезл царствия твоего жезл правоты толкование ангелы создания и творения ибо о них сказано ты творишь а сын не творение о нем сказано ты творишь но царь владыка бог престол усвояется ему что служит знаком царствия и престол вечный это против Павла Самосадского представляющего простым человеком истинного бога и вечного царя и против Ария жезл царствия твоего жезл правоты вот и другой знак царствия евреям 1.9 ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие посему помазал тебя Боже Бог твой елеем радости более соучастников твоих толкования эти слова относятся к нему как воплотившемуся Богу Слову так как с принятием плоти он уничижил себя посему говорит Боже помазал тебя Бог то есть Отец твой по божественности и Бог по плоти елеем радости то есть Духом Святым предпочтительно пред прочими людьми ибо не мерою Христос получил Духа Иоанна 3.34 никак бессильный но помазан был всей полнотой как помазания так и помазующего причастники Его все духовные как освященные тем же самым причастием и те которые будучи совершенны в законе и духовне получили Духа по вере во Христа посему и названы помазанниками как например не прикасайтесь к помазанным моим Псалом 104.15 гораздо же известнее те причастники Христа по благодати которые приобщились Его смерти в крещении и помазанным Духом который называется Елеем Радости который освободил нас от печали по грехам и сделал для нас то что мы утешаемся надеждой на будущее благо заметь же что Словом Божием с артиклем сказано о Сыне ради тех которые говорят что выражение и Слово было Бог Иоанн 1.1 в котором Слово Бог без артикля представляет его не собственно Богом не время даже артикли артикли ну артикли знаешь когда изучаешь это Эй или Де или Айн или Дер в немецком языке Дер это определенный мужчина Айн это просто мужчина где-то какой-то а Дер это вот этот этот мужчина и в греческом языке там тоже стоит со значком как буква О определенный артикль приходят к Иоанну ты пророк он говорит нет а почему они спросили ты тот пророк о котором Христа называют он говорит нет а он же пророк ну конечно ну надо же это знать и грамматику необходимо знать и смысл и положение в том времени а не то что ничего не знаю вышел и толкует все по-своему я видел это я слышал еще не видел не слышал дерзость высокоумие евреем 1.10 и в начале ты господи сновал землю и небеса дело рук твоих толкования дабы ты слыша слова когда вводит первородного во вселенную не подумал что это дар данный ему впоследствии от отца показывает теперь что он творец вселенной не в последнее время но издревле это так же против Павла Самосадского и утверждает что Христос прежде Марии так как он творец твари не против Ария считающего его помощником или лучшим орудием но которые эти места читали Павел Самосадский другие считали они то почему этот смысл то не взяли а прогнозовали я не один так понимаю был бы интернет они бы лазили сколько понимают как я Христос это высшее творение а православие то никогда не понимало Бога истина от Бога истины Ария по другому понимает Маркел по другому и у каждого последователя и каждый доказывает каждый уперся где они никого нигде нету нету а зачем они это говорили сатана так этих еретиков то море сегодня двадцать одна тысяча названий только и у каждого последователя он уже не один сидит вот здесь образовали новая жизнь а новая жизнь это газета в Павловске здесь есть называется что они увидят то назовут а мы апостольские а еще апостольского нет а мы благословенные два три слова уже секта образовалась почему дух лжи вошел в уста а почему они не покоряются не написано на небе не написано тогда человек трясет его но уйти не может он на цепи сидит уже его сатана приковал к этой идее к тверде мозгов его так запятая и утверждает что Христос прежде Марии так как он творец твари и противария считающего его помощником или лучше орудием так как выше было сказано через которого и веки сотворил стих второй вот здесь он и представляется творцом смотри как соединяется вместе учение о несозданном существе и учение о домостроительстве иногда по причине первого высокая иногда по причине второго низкая иногда при том и не всегда это все надо знать какие надо тут знания иметь а как смиренно мне думать об этом не надо святые отцы уже истолковали что я буду как Павел Самосадский понимать евреям 1.12 они погибнут а ты прибываешь и все обветшают и все обветшают как риза и как одежду свернешь их и изменятся но ты тот же и лета твоя не кончится толкование внушает нечто важнейшее чем творение именно изменение мира все изменится из тления в нетлении и так легко как если бы кто свернул одежду если же так легко он совершит изменения и преобразование мира в лучшее то мог ли он при первоначальном образовании мира иметь нужду как ком-нибудь другом немало утешения здесь для бедствующих верующих знать что дело не останется в таком состоянии но получит преобразование что тот кого не почитают живет и всегда будет жить или та твоя не кончится евреям 1.13 кому когда из ангелов сказал Бог сиди одеснуй меня доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих толкование ну написано сиди да не сидит уже пояснили нам не сидит это означает равночестность а такого слова даже и нет в Евангелии тебе не надо об этом думать ты прими как есть чтобы не окончательно не сделать еретиком толкование вот он опять ободряет их и подлинно не будут ли поражены враги их а враги их также враги и Христа не потому что сын обессилен говорится что отец покорит врагов ибо сын который будет судить там тем более мог бы воздать им здесь но чтобы показать какой честью отец почтил сына что отец гневается на врагов сына не знак ли это чести не знак ли это великой любви к сыну об этом же простране сказано в первом послании к коринфянам о чем здесь замечено отыщи там это мне толкует я говорю сказано отыщи там глава стих тогда не было еще разбиты на главы стихи а ты отыщи там просто показал куда отсылает ну вот сейчас он говорит Павел Самосадский ну и последователи с кем-то ты встретился свихнут мозги сразу у них доказательства очень сильные были я исследовал вот этих еретиков смотрел у них доказательства даже более сильные чем у православных и однако это не православные а дальше ну Павел Самосадский уже вознился нет еще Арий ну он уже еретик один да от него и бери нет ну Арий уже ушел а там Маркел появляется а Татьябе православие уже отметены эти уже отметены он новый Маркел а дальше что баптисты адвентисты иеговисты конца края никакого нет и у всех последователи и уходят из дома в дом и говорят пишут брошюрки красивые картинки на отличные бумаги и все ложь но можно доказать да Кверича идет не от двух человек двенадцать миллионов миллионов а не три тысячи человек ну ты маленько глянь на все это и вздрогни это всегда было так всегда почему дьявол сошел великой ярости ища ища кого поглотить а ему разницы нет какая на чем угодно может а что такое электричество сейчас начинает спорить то и новая секта образуется как оно только включил и на том конце за тысячи километров уже загорелось что там такое какие-то электроны или что-то там в железе колеблется по сей день тайна тайна нет а я молекулярные атомы разложу там и прочее ну понимаешь нет это не конца края нигде нету а мы считаем послание к евреям чрезвычайно богодухновенное дальше евреям 1.14 не все ли они суть служебные духи посылаемые на служение для тех которые имеют внаследовать спасение толкование возвышает умы слушателей показывая великое попечение нас божие если даже ангелов превосходящих нас поставил он служить нашему спасению поставил служить нашему спасению где это видно тебе не надо говорить где ангел хранитель поставил служить не презирайте ни одного из малых сих Христос ибо ангел их веет отца небесного отца небесного да не видит никто и ангелы не видят они увидели его только в веслях впервые ну написано чего больше на это говорить свихнул сатана мозги людям и не понимает что это образно кажется также нападает на некоторых воздающих сверхдолжное почитание ангелам и в особенности на всех вообще евреев преданных данному через ангелов закону и служению их в нем даже предпочитающих их Христу и так говорит не служите им ибо они сослужители наши посмотри какое небольшое различие полагает он между тварями хотя большое расстояние между ангелами и людьми однако он поставил их близ нас ибо твари немного возвышаются на тварями послужили же ангелы много и в ветхом и в новом завете когда помогали Иосифу и советам Матфея 1.24 когда благовестили пастырем когда сидели при гробе и возвещали воскресение Христова и когда поучали что он придет таким же образом как и вознесся ангел являлся Корнилию Деяние 11.13 Филиппу Деяние 8.26 Петру в темнице Деяние 12.7 и вообще бесчисленное множество таких примеров заметь что ангельское дело служить спасению людей больше же дело самого Христа посему не должно пренебрегать таким служением все ну на 108 где же блин все что все что все с